добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 8 мая пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс сегодня у нас 8 число кроме того что сегодня нонфармы напоминаю да что сегодня ночь женщин интересный праздник который придумали 2006 году феминистки из норвежского города берген что хочу сказать дело в том что женщины трейдеры порой и я знаю яркие примеры минимум трех человек которые торгуют гораздо лучше мужчин вот их результатами впечатляют и почему не торгуют абсолютно без эмоционально что казалось бы не присущи до эмоциональным женщинам но они не кипятятся как мужчины и не склонны к к отыгрышу да то есть они не отыгрываются мы просто делают свое дело вот и это здорово поэтому я за женщин трейдеров и вы должны об этом знать так ну а сегодня сегодня у меня одна фундаментальная статья по сша китаю что происходит в торговых соглашениях как они пытаются реализоваться китай же обязался на 200 миллиардов долларов закупать в сша товаров а тут кризис да вот и что делать с этим теперь никто не знает но с другой стороны пока сша теряет с коронавирусом китай в это время зарабатывает продавая товары в том числе медицинские маски халат по всему миру снабжая мир средствами защиты вот и это естественно не нравится штатам и особенно трампу но мы перейдем к нашим обзором последнее время рынок прям очень волатильный вот и некоторые торговые идеи не отрабатывают так как надо давайте обратим на это внимание итак первый инструмент золото вчера я рекомендовал шортить вот и я шортил его да кстати вот следы сделочек была идея какая да от инициативу 6 числа взять третью волну как вы знаете золото нужно торговать именно на америке вот я большой сторонник торговли этим инструментом только в американскую сессию если вы ведете дневник рукописный рекомендую вам записывать свои мысли по торговле вот вы закрыли плюс либо минус запишите в дневничке просто одну строчку там фунта от круглых уровней золото только на америке залезть любую в любое время кроме американской сессии в золото будете кормить лосей собственно что была американская инициатива я предполагал что мы можем пойти дальше на понижение по целям такой ступеньки которая была образована минимум и апреля месяца вот но рынок вчера стрельнул наверх и обновил площадку про которую за которую мы гонялись буквально с вами пару дней назад вот она эта площадка и и вынесла вот все-таки рынок дошел до этих площадок видите рано или поздно все равно все площадки пробиваются вот но к сожалению зацепиться я в это не смог я работал на понижение и в том я пытался отрабатывать на инициативах то есть была швартовая инициатива откат я продаю не идет принимают там стопик короткие там предела 10-15 пунктов следующая инициатива откат и насколько здесь 13 14 там до 2 по 13 но пусть 30 я положил сюда пусть 50 вот но при этом я не высиживал вот вот это все движение которое шло против меня в этом нет смысла во первых потому что если рынок будет торговаться выше американской сессии мне это не устраивает есть американская сессия я хочу вместе с ней идти дальше вниз если это сессию полностью поглощают рынок торгуется уже выше движение на дне меня уже не интересует соответственно таким образом можно ограничить убытки и скажем так повысить рентабельность своей торговой так то что касается вчерашних вчерашних событий которые не пошли до вчера прошло очень мощная инициатива кто-то говорит это переговоры с китаем пошлины выходят на но новый этап своей напряженности кто-то говорит это новые новые заимствования приводят к ослаблению доллара и то и другое правильно вот нож наша задача заработать деньги и понять где они лежат ближайшей перспективе сейчас кстати происходит как раз давление на один из ключевых экстремумов ключевых экстремумов для продавцов это инициатива в конце апреля сейчас ее будет пробивать спред конечно кипящие вот но сюда лезть особенно европе конечно нет никого смысла что я жду по и по золоту конечно вчера произошло мощнее поглощение вот но это чехарда с золотом меня не не предрасполагает к активной торговли вот и да даже если вы там вчера получили убыток и не рекомендую сразу лезть в рынок потому что если вы пытались торговать бы такие подобные ситуации на на d1 примеру вы вчера продавали сегодня получили убыток вы не вы не зайдете на следующий день другую сторону в этом нет смысла когда может зайти если допустим рынок откатывает на половину от сегодняшней инициативы и где-то здесь примеру там есть не снимая сегодняшнюю площадку по хаям мы видим вот такой вот откат да идем в трешечку здесь открывается американская сессия выгребаем хороший профит нормально но это за это заход должен быть где-то вот в этой зоне если пойдет сразу здесь заходить нерентабельно у вас гигантский будет стоп и профит там коротенький поэтому я пока это движение пропущу вот посмотрю что будет дальше сегодня нонки в принципе по по моим наблюдениям сигнальные бары которые появляются перед нон фармами но в обычный рынок да не в кризисной как минимум они их следует игнорировать то есть если у вас к сегодня есть пин бар вы хотите купить а сегодня нон фармы то лучше этого не делать почему потому что вчерашний день никак не не предвосхищает сегодняшние новости и а и в обратную да то есть если у вас есть новостной там пин бар поглощение и так далее и вы от него хотите работать это правильно потому что вас есть какая-то опора фундаментальная там есть какие-то трейдеры они держат позиции они зашли на новостях их много и они поставили стопы туда куда вы предполагаете вот поэтому я подожду но ночь посмотрю как они расторгуются в принципе пока данная по штатам выходит не такие страшные как всем хотелось бы вот но пока потенциалов хороших я не вижу вот это понятно что треугольник золотой пока вылазит у нас наверх но мне больше интересует движение вниз я буду ждать сможет каких-то забросов повыше сигналы в шорт потому что потенциал гораздо больше вот такой вот планчик по золоту по евро евро также вчера на америке отскочил то есть слабость доллара прошла по всем инструментам абсолютно там где он присутствует что мы видим на на дневках еврик абсолютно не показывает нам какие-то накопления денег просто болтается вот кто-то покупает продает вот я его пока не трогаю инструмент в рамках нашего торгового метода price action охота за стопами не не интересен да кстати вчера вчера по фунту следующий инструмент я вытянул соточку очень очень простым способом кстати вот вот мой торговый план по фунту я вчера рисовал можете кстати проверить и вот заход то есть о чем я говорил я говорил о том что позавчера по фунту была шортовая инициатива почему она яркая потому что она ломала вот эту бычью тенденцию которая прошла у нас в конце апреля месяца то есть те кто чертил всякие трендовые линии вот так вот да и не видел вот этой черной свечи еще они считали что еще фунт может вырасти и так далее вот эта свеча она сломила их мировоззрение да и пусть они начинают стали нажимать кнопку закрыть позицию рынок провалился вот я говорил что вот такой хороший инициативу можно посмотреть откат 50 процентов и говорил про уровень круглый 2 четвертом что фунт и круглые уровни это просто огонь вот и мне удалось зацепиться в продаже от чуть ниже получилось круглого уровня то есть это заход после прокола в обратную сторону я вытащил почти 100 пунктов по четвертому знаку между двумя кругляками то есть есть инициатива откат 50 процентов от нее все все то же самое я торгую по большому счету один и тот же деревенский паттерн инициатива откат и трешка вниз но трешка не по фибе а трешка на пробой волны а плюс круглый уровень все вышел забыл классный вход на самом деле мне очень понравился не важно там он плюсовой минусовой он идейный то есть вот инициатива откат и как минимум попытка зарождения третьей волны там пунктов 70 в любом случае дает вот и уже на америке прошло прошел импульс слабости доллара американского и фунт вот здесь вырос не из-за того что фунт классно потому что везде бак сослабел в америку вот такая история по британцу пока сейчас что-то нового не вижу если сегодня хай вот этот не тронут вот этот хай то есть хай вчерашнего дня это будет классная цель для покупок уже в понедельник уж сегодня пятница но скорее всего на нонфармах сегодня тут всех раскидаю так что касается австралийской группы австралиец канадец австралиец новозеландец новозеландец никак не до гребет до зоны моих продаж австралийский канадец болтается на хаях хочется повыше я хочу чтобы австралийский канадец улетел за девяносто один пятьсот и вот где-то между девяносто пятьсот девяносто два бы его хорошо бы набрать в шорт вот сейчас он никак не свалится но потенциал у него откатить на соточку другую есть поэтому может быть они вместе подрастут и уже тогда их вместе продать канадец франк и доллар франк два франк франковских инструмента доллар франк очень-очень порадовал чем отбоем от девяносто пяти да я говорю про этот уровень прям почти 200 пунктов по 4 очки и канадец франк также тут был переложчик легенький также хорошо отскочил я уже часть позиции отсюда скинул рекомендовал эти инструменты брать в ланге доллар иена доллар иена пока не трогаю вроде инициатива вчера была но пин бар все схавал назад то есть нисходящая тенденция продолжается нету хорошего бычего импульса как вот здесь к примеру или вот вот такого да там то есть как-то все это вяло я понимаю что цели есть но инициативы меня пока не убеждают для того чтобы заряжаться в ланге по доллару который везде падает может быть сегодня нонки что-то изменят так канадец иена вчера я рекомендую кстати вот домой мои вчерашние рисунки канадец иену я вчера рекомендовал покупать на пробое мая-марта месяца и собственно я купил так же как я надеюсь и вы вот выберем здесь ну не 150 там 140 получилось по 4 почему я здесь закрыл канадец иену потому что я перекрывал серебро которое тоже не пошло так как и золото вот поэтому мне пришлось скинуть часть позиции часть оставил take у него здесь стоял видите еще но основной take вот здесь должен быть в 78 с половиной вот сюда надо надо тянуть канадца иену франк иена та же самая история рекомендую покупать и прямо сейчас в том числе либо набирать сетку ордеров то есть покупать и набирать сетку лимитных покупок с целью 114 так ну и серебро серебро вот мы моя сделка по серебру я героически продал серебро с площадки вот сидел в плюсе уже просто нереально но и когда рынок рос дал шанс на ложный пробой и когда он не не реализовался закрыл минус то есть я сидел в плюсе на у 300 пунктов и закрыл там 30 минусе потом пришлось мне кроссами перекрываться кстати очень удобно когда вы держите и кросс и сеточные позиции и односторонние в рамках там какой-то охоты сюда можете перекрыться и это здорово это успокаивает серебро я я поражаюсь площадка какая-то железобетонная 14 половиной там улица на этот уровень ну вот но я думаю вы снесут просто подождать сюда хорошую инициативу я все равно с трешечку сюда возьму просто так его лучше не трогать его просто так во первых инструмент мега шумный спред на пол экрана у меня там из пяти брокеров только у одного он нормальный спред по по серебру остальное все ужасно торговать я если этот уровень если заберу удалю этот инструмент нафиг так ну и нефть нефть вчера дала хорошую шартовую инициативу в том числе и по очередной очередному обострению отношений с сша и китая что интересно дело в том что по нефти это дабы те американочка июньский контракт но в принципе спотовый примерно так же выглядит образовалась интересная интересная площадочка по котировке 22 с половиной это фьючерс и хорошая инициатива то есть это минимум вчерашнего дня это минимум позавчерашнего дня вот я считаю что вот сюда проходик под 2 бакса да на 200 пунктов вполне бы вполне мог бы реализоваться вот то есть обострение откат продолжение почему нет посмотрите это местечко интересное можно можно зацепиться сюда хороший тренд давайте перейдем к вопросам на youtube канале и так максим так можете объяснить образом управляете риском по сеточному методу сценарий не возврата присутствует стратегии и когда наступает на закрытие позиции как можно посчитать очень просто допустим вы определяете что у вас инструмент имеет средний ход безоткатный по четвертому знаку 700 пунктов и вы видите что сейчас инструмент прошел 500 соответственно у вас есть диапазон 200 пунктов до его принципе предела ну там за ближайшие пять лет примерно особенно если в с франком то на смотреть после 2008 года когда франк от евро отвязать соответственно вот у вас есть понятие вот это среднего хода есть понятие сколько сейчас инструмент прошел он прошел 500 например поэтому вы набираете там с 500 до 700 200 пунктов плюс счетом с запасом и все вот вот он в 700 упирается и отбивается назад есть сценарий когда я закрываю эти позиции не в плюс а в ноль то есть вы набрали сетку ну там рынок падает вы покупаете через каждое 100 пунктов купили там на три колена на 4 и уже в там на 5 и уже просто уже не знаете все уже кошмар капец не понимаете что делать дальше на самом деле не нужно не нужно ничего делать нужно просто долить денег на депозит если у вас то напрягает и поставить сброс всей сетки в ноль и все и ближайший откат просто сбросит ваши ордера и вы избавитесь от этих позиций а другие сетки при этом могут давать вам плюс вот и все то есть я не сбрасываю в минус я их сбрасываю либо в плюс либо в ноль если они мне надоели или если они там сильно далеко ушли я начинаю переживать что с ними что-то может произойти ну вот так то есть в чем отличие моего подхода сеточного от общепринятого в том что общепринятый такой обычный подход к сеточной торговли он позволяет зайти в любой инструмент в любое время то есть прям сейчас во все кросса зайти знаете но это неправильно вы не видите в какой фазе без отката находится конкретный кросс может он только начал свое движение может он еще предыдущий не закончил но но если он уже скажем так выработал свой средний диапазон там хода и тогда его в обратку набирать милое дело здесь ответил на вопрос если ответил напишите так капиталист прошу то я на ком брокере торгую как думаете на ком лучше торговать ну друзья мои у меня много брокеров я я не хочу какого-то конкретного выделять вот и и на instaforex есть и и везде там в других местах и лицензирование не лицензированные главное чтобы брокер выводил деньги все остальное ерунда так поставил австралийс замок не поставил стоп лосс как лучше выйти из замка стрелись поставил замок скорее всего вы его продали вот и он вчера стрелял на слабом баксе вас сейчас расстраивает скорее всего такие дела у австралийца сейчас мы вчера обсуждали с трейдерами осталось тут по лаям площадочка в районе 63 чуть чуть ниже 64 вот здесь он сюда может вернуться поставили в замок как как сделать примеру смотрите вы допустим его здесь продали и он вырос вы его здесь замкнули примеру и он растет у вас есть хай наверху для что делать два пути первое рынок вырастает вы к примеру закрываете лонг и после пробоя хорошего когда рынок допустим выработает а тар свой дневной продаете и сводите этот цел и верхний сел в ноль просто то есть избавляетесь своих слов но может и не вернуться и у вас получает получится 2 2 убыточный ордер тогда шанс еще через определенный шаг 100 пунктов еще продать то есть усреднить и опять же свести их в ноль конечно если будет сильный тренд это может никогда не закончится будет печально но это самый такой это быстрый способ второй способ когда вы замкнутую позицию после там хорошего прохода переводите в безубыток и все и забывайте про нее дальше два пути 1 разница между вашим селом и вашим боем к примеру допустим 100 долларов и вы каким-то другим инструментом случайно зарабатываете эти 100 долларов абсолютно золото фунт зацепили бах у вас сотка просто закройте эту позицию компенсировав ее прибыльным ордером вот и все это это просто и это психологически легко и третий вариант когда у вас вот этот безубыточный ордер на покупку висит и вы просто бросаете эту сделку надолго вот и через время рынок возвращается ваш безубыточный бай выбивает в ноль и ваш сел тоже должен быть переведен в ноль то есть рынок возвращается выбивает эту в ноль и эту в ноль все вот два три варианта выбирать любой виток напряженности техника без фундамента слепа но я я здесь не могу поспорить техника без фундамента слепа есть у меня несколько студентов сейчас покажу которые которые гоняли три инструмента вместе евро доллар фунт доллар золото несколько лет абсолютно не обращая внимание на фундамент и так далее просто по методу price action охота за стопами работали по площадкам по мани менеджменту который я им рассказал вот смотрите вот один из них вот шестнадцатый год шестнадцатый год вот девятнадцатый год ну просто два года вам покажу чтобы тут разные года то есть одна стратегия абсолютно слепой метод то есть вы торгуете просто кубики на на d1 белые кубики черные кубики вот тройка это евро доллар фунт доллар и золото каждый из этих инструментов определенным очень щадящим мани менеджментом дает каждый месяц видите каждый месяц в районе десяти процентов не обращая внимание абсолютно ни на какие новости смотря на график один раз в день и вот девятнадцатый год где-то даже полтора процента где-то 20 где-то 8 где-то 6 видите какая невероятная стабильность невероятная использовать простую стратегию один таймфрейм и правильный мани менеджмент все вот вот результат я не говорю что там я там изобрел какой-то грааль я говорю что можно работать без фундамента вот и вот вот простой результат и вы можете это сами проверить берите тестер пробуйте так если не желтую выше мы торгуем сигналы площадки и все насколько вырастет никто не знает кто не знает спросите у сечина сколько будет стоить нефть завтра послезавтра он не знает никто не знает куда пойдет рынок мы просто используем определенную закономерность в определенное время и все так на этом все спасибо за лайки за комментарии спрашивайте пока есть возможность буду отвечать на этом у меня все напоминаю сегодня 15.30 нон фарма будьте аккуратны торговли в это время всем хороших выходных берегите себя и до понедельника всем пока